ДОНЕЦ Ну вот, до границы 20 километров, последний перекур, это населенный пункт Матвеев-Бурган. Далее пересекаем и оказываемся на территории ДНР. Они и так знают, что им в ответку дают, но они уже знают, до того бьют наши точно, точно. Пушка вот тут стояла, в эту пушку же попасть. И так, мы в Донецке, это бульвар Пушкина, одна из центральных улиц города. А кто эмблему рисовал? Любители? Мы разработали, да, дизайнеры разработали. Кабинет главы Футбольного союза Донецкой Народной Республики, Игорь Петров. Спасибо. С кем гимомпила разных команд, с кем играли, и Абхазию идем. Активно участвуют в чемпионате Непризмак Республика, а команда ДНР пока нет, потому что проблемы с визами. Ну и с паспорта, наверное, да. Проходит чемпионат ДНР по футболу, это турнирная таблица. Мы заполняем после каждого тура. Кто лидер победа? Нет, сейчас лидер у нас, у нас Ника Макеевка лидер. Ну хотя команды сыграли неравное количество игр, поэтому четкой таблицы нет. Ну хотя шесть команд идут очень ровно. Три команды у нас по 13 очков, там 10. Ага, понятно. А теперь здесь футбольный союз. Ну, футбольный союз, три комнаты, а тогда вот там будет. Паша не был. Донбасс-арена, стадион, который принимал матчи чемпионата Европы 2012 года. А после начала войны он стоит без футбола. Сюда прилетело несколько снарядов, после чего проводить матчи здесь невозможно. Музей работает? Музей заработал, вот уже. Здравствуйте. И выиграли клубок в СССР, играли с московским торпедо, и заранее грамоты были подписаны на московское торпедо. Потому что никто не ожидал, что выиграли никому неизвестное, как они говорили, дворовая команда шахтеров. Виталий Антонович Савельев. Тут я вам уже расскажу. Вот Санков, вот Ошенков. Ошенков доверил участку. Был рекордниль в плане предельства. Девять с половиной лет с командой. По мяч, которым играли. Перчатки Андрея Пятого. Здесь можно и разминаться. Наши донецкие пацаны тут же Малыша, тут же они приезжают сюда. Ракицкий вообще каждый свою игру посвящает. Есть небольшие три различия между раздевалками. Я вам о них обязательно расскажу. Малыши, кстати, киевского «Динамо» подают нам эту икону. Икона уехала. С 17-го икода. Соборождает команду на всех мячах. Раздевалки шахтеры. Как новая. Как будто завтра будет мяч. А сейчас вас приглашаю подождать, чтобы мы с вами как настоящая команда. Ребята, вот она, Донбасс-арена. А вот ее газон. Это июнь 2018-й год. Не зря его называют «летающая тарелка», «Донецкий бриллиант». Да, вот. Поэтому стекло, один триплекс выпал. Он весит около 300 килограмм. Девочка. Девочка. Да, наши сутки запасные сетки. Но его не поставили, да, или поставили? Нет, его сейчас натянули сеткой. Работники стадиона говорят, что можно хоть сейчас проводить матч, но пока нельзя запускать зрителей, потому что вон с той стороны повреждение от взрыва ракеты «Точка-У». и, насколько я понимаю, взрывная волна, ударная волна повредила конструкцию. «Всё раз раскрыто на том, что внешне она совершенно так, не притязательно выглядит. Такой контейнер, в который, тем не менее, забрались несколько...» Поехали врачами, шведами, оттуда уже счет 1-0, можно попроще себя чувствовать. В общем, приглашали вернуться уже с футбольной командой и сыграть на Донбасс-арене. Надо подумать. Донбасс-арене